ну что вроде бы пишут что я в эфире всем привет с вами ольга патракова и мы сегодня готовим странный десерт вы скажете что за странный десерт патракова ты опять придумала и что то те за странные штуки в руках вы уже у меня в комментариях отметились и нарисовали ой написали как вы думаете что же мы делаем да варианты были машина что-нибудь про стройку там были варианты канули еще что-то так вот все практически правильно кроме того что ну угадал там один человек я сейчас медленная подводка я короче гуляла тут по пинтересту и смотрела чтобы нам такого интересненького приготовить в августе вообще что готовят в августе мне кстати был пост недавно в вк о том что готовят в августе в августе что готовят в августе готовят свадебный торт и все с цветами все с ягодами и кабачки мне кажется пора уже мемы про кабачки должны уже пойти вот а все остальное вообще-то понимаете все остальное вообще-то не продается и в августе а всегда у всех есть такой спад по продажам всегда есть да и это нормально все путем потому что все наши из отпусков приехали к школе готовятся или только еду кстати в отпуск в августе то еще можно и же уехать куда-нибудь вот и как-то немножко не до тортиков но и поэтому мы с вами занимаемся рекламой мы готовим с вами образцы которые будем продавать в сентябре 1 сентября и вот именно за этим великим занятием я была в пинтересте посмотреть что же такого интересного к первому сентября но в принципе букеты букетами погоняют букеты делают из всего всем привет я вижу что вы подключаетесь да из всего делает букеты конечно вот честно золотое время всех зефирников господи девочки я надеюсь всем привет во первых кто делает зефир отмечаемся я надеюсь что у вас есть такая технология когда вы можете зефирки заранее заготовить потому что 1 сентября это ваш прямо выход выход вы должны бомбить в это первое сентября вы должны продавать эти букеты килотоннами маленькие букеты большие там условно вот такие коробки и цветы что-то реально ваш выход вот но если вы знаете я кстати зефирные то цветы не делаю я из крема делаю зефирные реально руки не доходят я думаю что я сделаю если надо будет да но я нашла такую офигенную штуку на этом от цветов медленно перешли но кстати там не только ведь букеты из зефира делают букеты вообще из всего сейчас делают ну понятно что из колбасы просто и сладости из клубничек из печенек то есть все есть если короче вы можете делать букеты херачьте букеты но желательно чтобы ваша технология позволяла как-то куда-то все складировать это я не на свои полочки показываю это я вообще на полочке потому что у меня там фигня всякого видите а вообще на какие-нибудь полочки складировать чтобы вам к первому сентября не не 31 херачить так чтобы херачить но условно сейчас весь август 1 числа просто уже кассиром работать отдавать деньги вот деньги вот то есть но там 31 чтобы только вот так работать ладно вступление медленная закончилась короче что я нашла я нашла охрененный аккаунт девушка я кстати уже где-то века даже видела девушка где-то она такой ближние зарубежье только за станту ли украина она делает из зефира карандашики мелкие сыр там еще что то я такая думаю да ладно карандаши реально прикольные они зефирные делать легко расход небольшой понятно да полосочки наделал нарезал постругал все казалось бы оля две секунды но тут меня ждала засада потому что эти я извиняюсь гребаные карандашики шестиугольные шестигранные и тут я начала бошку ломать вот я вам поручу как я ломала бошку я серьезная три дня ломала голову как же нам сделать шестиугольные карандашики самый простой конечно вариант он сейчас у вас в голове стопудово он у вас есть ну типа налила нарезала и все дорогие двое сейчас вам нарисую подождите дорогие если бы было все так про это вы сейчас смотрите обзорка по моей студии у меня вообще-то студия в москве ну мало ли так короче чтобы было все так просто из квадратика сделать шестиугольничек достаточно сложно потому что мы можем сделать это скольки угольничек кто может посчитать восьми а шести из квадратика ну короче сложно вырезать из шести я не знаю если вы умеете как-то круто вырезать без проблем ладно не вырезать ну можно конечно вообще плюнуть и сделать круглые карандаши круглая насадка то у меня есть такая мега огромная это тоже для зефира может кит молды есть юлечка молодец но у нас же с тобой про зефир ты знаешь как зефир от молдов отделяется ну как бы не особо ну вот окей дальше такая думаю ладно в любом случае дошла до насадки такая думаю ладно в любом случае это какая-то колбаска колбаска уж насадка такая есть я такая думаю ща найду насадку херушки не ищите нету я думаю вы как кстати плюните сделаете круглые дальше такая думаю нет ладно оль ну оно должно по сути из мешка просто выдавливаться шестиугольничком так со звуком фонит или повторит каждой фразы наташа спрашивает девочки напишите как со звуком у меня вроде все ок все вроде хорошо но могут конечно быть перебои с интернетом но вроде все окей окей на десятку пишут на то есть это чтоб тебя попробуй перезайти или с другого зайти устройство как вариант короче ладно такая думаю надо чтоб выдавливалась калты к ду может здесь какие-то загородки сделать мысль моя такая думаю ладно сначала а сначала про молоды кстати у меня была идея короче такая думаю можно же в бумажку бумажку загнул я делала бумажку бумажку загнул получается херота и она не ровная и она не держится я пойму что над зефир еще подразмят нет она не держится такая нет ни бумажка у нас же есть ацетатка такая думаю все ацетатка наш выход начинаю ее пилить она то режется то ломается и чтобы получился нормальный ровный шестиугольник ну короче чую скотчем заматывать как чё куда и дальше смотрю я на этот шестиугольник сейчас вы понимаете к чему я уже веду да и такая думаю так может быть есть такие штуки в продаже какие-нибудь которые не относятся у нас с вами кондитерки листаю что я листаю яндекс наверное я листаю обычный наш да и такая думаю оказывается для автомобилей по моему или для какой-то такой штуки существует показываю и вы все это видели набор торцевых ключей я такая думаю вот он мой выбор вообще все бы хорошо но у этого набора вы хлопот видите 6 то есть будет колбаса выдавливаться шестигранная будет будет внутри же но шестигранная да есть дырки которые надо заделывать как заделать пленкой наверно мы их заматывать думали скотчем кстати тоже как вариант чтобы держалась хорошо и она длинная я же не могу распилить то есть мне по идее придется туда заматывать вот это все туда запихивать пакет и через пакет давить ну то есть тяжеловато достаточно такая думаю нет окей и тут максимально кстати вот такой размер ну кстати нормально для карандаша ну тоже нас карандаши нормально то есть в подарочные такие красиво в коробочке будут смотреться вот но несъедобная ладно помыли спиртом протерли это все окей ну вот как бы вот я за длинноту что я буду давить она будет давиться по пути там где-то вылет ну такая думаю ладно такая думаю может быть какой-то еще есть способ и нашла набор вырубок и тут тоже важный момент из кружочка не делайте из квадратика я вам показывала тоже она не делается а вот из треугольничка можно сделать и я уже одну сделала какие но она кривенькая конечно она намного кривее чем вот эти штуки намного к видно да что у меня руки-крюки короче ну вот да но хотя бы как-то и так рассказываю как из треугольничка сделать 6 но он хотя бы шестигранник нормальный нормальный такой шестигранник все окей у него и так рассказываю как сделать берем с вами треугольник берем плоскогубцы как выдавливать в мешок ну то есть это как насадка вот сюда мы будем мешок скотчем приматывать поняла и давить я думаю вот это будет самый на я попробую через трубы эти подавить но мне кажется вот этот самый нормальный вариант будет понятно мешок надевая чтоб не соскочил скотчем его нахер приматываешь и давишь ну посмотрим товарищи где вы еще посмотрите на такую вот фигню чем кондитер болеет и вам наверно тоже кажется что все кондитеры таких лоп и все придумали нет зачем я вам рассказываю вот этот свой ход мыслей чтобы вы тоже для себя делали выводы не пробовали лишнего да мало ли вам захочется такие карандаши поделать может вы выбрали легкий способ круглая насадка круглые карандаши видела в продаже кстати я уже такие зефирные карандаши ну нормально смотрится не сказать что ты прям там но нормально учу круглые круглые но хочется шестигранник чушь я понятно короче рассказываю вам ход мысли чтобы у вас сложился весь пазл и вы понимали как у вас ну точно так же как и у меня он этот идет ход мысли ничего там такого мы не рожаем по сне при сне ну нет конечно то есть все также путем проб ошибок вон я там перевела минут такой срач я вам не буду показывать на меня смотрите я хоть перечисалась сегодня и так что мы делаем дорогие друзья давайте вот так мне поудобнее будет первое намечаем серединку хотите по линейке размечайте будет ровнее хотите без линейки размечайте будет не так ровно вот дальше нам надо вот эту грань поставить ровно на серединку то есть условно ну вот так вот видно вот тут середина у меня проходит но я по крайней мере так и вижу дальше он зажимает если вы увидите не увидите его он зажимает вот сверху зажимает дальше дырка то есть он половину мне сейчас промнёт эту нет поэтому два приема буду делать так и получается что я вот эту прям угну прям сильно это плотная такая мне штука а сейчас по ценам расскажу гну прям погнула прям гну раз переставляю чуть-чуть чтоб ровненько было гну 2 понятно прям гну раз ну не сказать что идеально но хоть что-то чё эту также пополам гнем вторую штуку раз два если у вас есть дома кто-нибудь мужского пола это может спокойно сделать он но вы же знаете что я со своими четырьмя мужами уже развелась мужьями мужами ну короче поэтому вот сама хожу в магазин эти сама хожу как дура там одна гуляла вчера в этом магазине не вот вот ну и получилось вот такая кракозябра в принципе ну как бы до карандаш пока мало похоже но сейчас мы с вами будем ее доделывать во первых смотрите вот старые углы которые были они как бы немножко сильно сжат их надо разжать наоборот вот я чуть-чуть разожму наоборот раз разожму понятно это обратно сажиму чуть-чуть это так потихонечку наша задача из непонятной штуки сделать шестигранник то есть эти разожму наоборот то есть я вот оттуда сюда их делаю расширяю эти зажимая видно что я все равно косая кривая все равно как-то не так я делаю но уже смотрим уже практически карандаш да что мне не нравится мне не нравится вот горчит вот эта штучка мы попробуем сжать тоже как-то и вот это мне еще не нравится сейчас попробуем сжал сжал так вроде бы уже получше даже кстати в общем понятно да справитесь самостоятельно и такой можно огромный карандаш делать если мало ли вам хочется куда-то извиняюсь опять в букеты кассе букетом всех замучилась сегодня уже букет с карандашей тоже можно делать здесь еще тоже разожмем здесь сожмем так вы видно что немножко косая мне не все грани одинаковые поэтому все таки если вы хотите получше карандашик что все таки лучше если вы по линейке его сделаете в целом идея понятно идея легко реализуемо и так по ценнику ну вот он кривой немножко видно да но будет похоже на карандаш будет похоже букеты с карандашами кажется еще прикольно будет хочу большие такие карандаши надела маленькие карандаши ночью там печенюги на вставляла будущее хорошо и так в целом идея понятна набор торцевых ключей не знаю сработает ли он вообще 580 рублей за 590 набор насадок три штуки купила в леонардо у нас сто двадцать восемь рублей я на них ставлю ставку мне кажется они сработают прям они сработают дальше в принципе как бы определились уже что мы делаем я бы сразу мешки подготовила да то что потом уже зефир там его взбиваешь быстро а там он будет у нас долго сбиваться то там долго 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 сбиваться но будет шумно так давайте сейчас тогда подготовить что нам нужно наружные мешки получается ножницы нам нужны получается это я хожу сейчас собираю нам нужны получается что скотч какой-то нам нужен наверное ножницы скотч пленка вот сюда еще нам нужно замотать короче скотч и пленка сейчас я это вижу таким образом что-то микро мешок у меня смешки поиска что побольше но вот такие есть у меня по моему это 40 сантиметров 30 метров конечно для зефира маловатой я это себе представляю вот таким образом смотрите вот оно дошло до отрезаем получается чуть меньше потому что у нас мешки все вытягиваются если вы этого не знали то добро пожаловать в наш мир нас проблема то что как раз особенно от горячего не растягиваются я это себе вот так пока представляю дорогие друзья вот так вот что она идет 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 ну как бы и тут вот она сейчас порвется а вот и все и вот мне кажется вот да вот так и скотч погнали еще где скотч-то господи кладем скотч господи господи же кладем нашу штуку и мне надо чтобы скотч вот здесь наверху понятно попал на железку и на сам мешок ну конструкция прям скажем конечно не ахти но посмотрим что из него слушайте держится держится ну что первый пакет готов поменьше надо делать только слушайте а то я скотч сейчас подрежу окей делаем давайте второго сделаем гиганта попробуем хотя бы один выйдет да вы выдали такой большой вот мне кажется прям надо попробовать а то что я давила давила делала делала и что ну вроде как короче что я делаю за упора делаю потом обрезаю ну по крайней мере пока так получается потом чуть-чуть выдавливаем что-то у нас мешок где-то на половину этой штуки шел дальше отрезаем также получается скотч все сейчас на перемотки это будут смотреть дорогие друзья ну вот сейчас пока без перемотки уж то я же не могу сама себя перемотать а было бы хорошо кстати взялся перемотал положил положил сейчас мне опять тоже будет многовато если короче есть узкий скотч лучше узкий скотч я лучше так чем чем я сейчас резать буду чуть сломали ну вот Вы слышите, как я не дышу, да? Вообще-то, я думаю, сейчас как... Вот, да, вот так примерно, короче, как. Эть, и все. Так, что? Делаем. Вроде как держится, дорогие друзья. Не знаю, что из этого будет. Да, и делаем вот эту штуку одну сделаем. Ну, что, я же их купила. Давайте... Как-то после этого уже стрёмно, да, выглядит вот какие-то такие непонятные штуковины. Мне тоже, кстати, стрёмно, но ради эксперимента всё равно мы через них попробуем продавить. Вот. Потому что, а что иногда, зачем, ну зачем мы тогда вообще это покупала? Надо же тоже поиспользовать. Пусть у нас хотя бы будет память. Как не надо делать. Чуть-чуть плёночку поменьше сделаю. Всё-таки. Побольше возьму маленький, мне кажется, совсем стрёмно. Моя задача основная – замотать дырки. Почему сразу их скотчем не заматываю? Ну, чтобы у меня скотч той липкой стороной к зефиру не прилип, короче. Ну, вы поняли. А почему вот так не оставляю? Потому что оно мягкое, оно может порваться. Там же будет напор достаточно большой. Ну, я так планирую, по крайней мере, пока. Ну, вот. Да, и если я там вот нажму, и оно отсюда может как бы выйти. Поэтому, ну, пока не такая. Как уж оно там дальше пойдёт, пока не знаю. Так, поехали. Вот эту замотали. Раз. Так, мы убегаем. И вот эту заматываем, заматываем. Дырку вторую, заматываем два. Ну, в общем, всё. На этом можете, в принципе, и выключать уже. Потому что основную штуку мы сделали. Или проматываете в конец. Потому что сейчас будет приготовление зефира. Зефир мы будем готовить по моей обычной... Вы поняли, да? Зефир мы будем готовить по моей обычной технологии. У меня есть моя обычная технология. Я это называю метод Патраковой. Это значит, когда она адаптирована под любые руки-крюки. Любая печка-не печка. То есть, там все ошибки, какие можно предугадать, в принципе, предугаданы. Получаются у всех. Так, зефир зефиру король. Ну, не знаю, что. Дальше. Нам нужно, по идее, с вами плотненький зефир. И желательно беленький. Ну, или бежевенький. Потому что там будут срезы вот такие. И будет видно зефир. Общая схема такая. Готовим зефир. Выдавливаем колбаски. Понятно, колбаски обваливаем в цветной любой... В чём? Красителе. Я нашла у себя, покажу. У меня есть такая пыльца. Цветная. Она для цветов, для зефирных. Вот, как бы, её или обкатываешь, или пухаешь на неё. Рецепт будет, конечно, мои дорогие. Ну, что ж я без рецепта вас оставлю, что ли? Ну, вот. Да? По сути, потом ты подрезаешь красивенько, красть, счищаешь и кончик красишь. Ну, то есть, как бы, всё достаточно просто. Нужен плотный зефир белого цвета. И вопрос на засыпку. Дорогие друзья, образовательная минутка. Какой у нас зефир белого цвета? Из чего? Из чего? Из чего он плотный белый? Так, это всё туда, туда. Сейчас мы туда всё накидаем. И пойдём на ту сторону яблока. Правильно! Яблоко. А чтобы он был плотный, 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 нам надо яблоко с вами запечь. Поэтому это я всё сделала, слава тебе Господи, до эфира. И нам не надо будет смотреть на эти мои потуги сумасшедшие, там, про протирание и так далее. У нас всё готово. Дальше. Чтобы был зефир прям хорошего белого цвета, в идеале, надо бы добавить в него... Вот у меня какое яблоко, да? Какой-то кислоты. Я добавила... Можно лимонной кислоты добавить. Я добавила чуть-чуть. Про кислоту заговорила. Сразу этот... Что-нибудь съесть захотелось. Я добавила туда апельсинки немножко, выдавила. Если не хватит, будет не беленько, то можно добавить лимонной кислоты небольшое количество. Зачем мы добавляем? Потому что она нейтрализует железо. Ну, как бы не нейтрализует, цвет нейтрализует. И поэтому у нас яблоко не желтеет, и бананчик не желтеет. Я добавила туда чуть бананчика. Ну вот, зачем? Не знаю, был банан просто. Не спрашивайте меня. Был банан. Куда я его дену? Итак, нам с вами понадобится... Для тех, кто торопится. У меня обычный зефир. Не ПППП. Не пониженное содержание всего, чего возможно. Ешьте, не поправляйтесь. У меня обычный, классический зефир. Почему? Да потому что наша сейчас задача не выпендриваться с каким-то там низкокалорийным зефиром, а сделать красивые вкусняшки, чтобы они точно получились. Научитесь делать этот зефир, потом экспериментируйте, снижайте количество сахара, что-то на что-то меняйте и так далее. Сначала учитесь на классике. Ладно. Нам понадобится с вами пюрешка. Нам понадобится сахарок. Сахарок. Два сахара. Нам понадобится водичка. Нам понадобится белок. Вы знаете, что там основа белок. Там белок будет забиваться. И нам понадобится секретный ингредиент. Белый порошок. Но здесь все, конечно, белый порошок. Без белого порошка ничего не получится. Белый порошок в нашем рецепте – это агар. И именно поэтому из этого рецепта, по этому рецепту вы можете готовить с любыми абсолютно ягодами, с любыми абсолютно фруктами, абсолютно любые смеси. Но есть исключение. Это с сильным содержанием витамина С, который разрушает все желирующие вещества. Это у нас исключение облепиха. Это у нас исключение с вами этот ананас и киви. Все. Из этого мы не готовим. Ну, в чистом виде. Ладно, поехали, дорогие друзья. Приготовление. Приготовление у меня уже тысячу, миллион тысяч раз везде было. Поэтому я надеюсь, что вы знаете его уже наизусть. Вы же знаете его наизусть. Если вы не знаете его наизусть, то пора уже выучить. Потому что такого крутого рецепта больше нигде нет. Итак, мы с вами берем и замачиваем агар в холодной воде. По этому поводу весь интернет орет Оля Патракова. Зачем ты замачиваешь агар? Агар не надо замачивать. Он уже прямо нормальный. Он и так разойдется. Дорогие друзья, дело в том, что если в вашей стране нормальный агар, это не значит, что те люди, которые меня смотрят, у них тоже нормальный агар. Дорогие друзья, агар разный. Понятно? И лучше в нашем случае перебдеть, чем недобдеть. Замочите этот гребаный агар. Никаких проблем не будет с нормальным агаром. Соответственно, и так все будет хорошо. А вот плохой агар лучше разойдется. Понятно? И так, замочили агар, что я себя-то показываю. Конечно, что на меня смотрите, что что-то. На, замочили агар, никаких тут сложностей нет. Просто взяли и замочили, наверное, насыпали. Ничего с ним в этот момент не происходит. Дальше вот сюда мы с вами кладем. Вторая мисочка у нас идет. Мы кладем яблоки. Да, нож, чтобы грязнеть. Так вот. Мы кладем яблоки. Блин, мне надо, мне кажется, продавать вот такие ложки. Силиконовые. Серьезно, я фанат. Тоже бесшовные силиконовые ложки. Если вы где-нибудь увидите, серьезно. Как производство, может организовать какое-нибудь контрактное. Вот. Кладем сюда сахар. Там, где его меньше 200 грамм у нас и 300 грамм. У нас здесь полкило сахара. Да, дорогие друзья? Именно так. Ну вот, да. И у нас остается... Так, смотрим еще раз. Ягоды, сахар. Агар, вода. И сюда тоже сахар стоит в очереди. Понятно? И стоит у нас еще белок. Белок у нас идет, не поверите, что мы будем делать с белком. Не знаю даже, какие варианты, что мы можем вообще с белком делать. Но мы будем взбивать правильно, дорогие друзья. Ну вот. У нас здесь два белка. Кому рассказать вам рецепт? Давайте для торопышей. Кто не дождется, пока я его выложу, этот рецепт. Сейчас прочитаю быстренько, чтобы он у вас был. Вот. Ну или мало ли не найдете, например, да? Такое тоже может же быть. То есть смотрите у меня где-то в записи, в пиратском каком-нибудь копии. И я такая думаю, господи, дошла до меня известность-то. Это я белки сейчас сюда вылила. Вот. Да? А нет там рецепта-то. Поэтому я его зачитаю. Дорогие друзья, слушаем рецепт. Пюре 250 грамм. Сахар 200 грамм. Туда, вот сюда. Понятно? Агар 10 грамм. Вода 130 грамм. Сахар 300 грамм. Белки 2 штуки. Проверяем. Я все сказала, то я наизусть говорю. Ягодное пюре сахар. Вода, агар, сахар. Белок. Все верно. Приготовление смотрите на видео. Итак, дорогие друзья, все, поехали. У нас с вами ковшик, ковшик, мисочка и этот самый миксер. Основа нашего зефира взбивающийся белок. Мы должны начать его взбивать, и он будет у нас взбиваться все это время. Лимонную кислоту давайте-то я достану сразу. Только она будет не нужна. Она вот в этой страшной госи-бамке. Вот. Все, он будет взбиваться все это время. Дальше мы поварим ягоды. Ягоды добавим горячие. Поварим агар с сахаром. Его добавим. И оно все такое растет, растет, растет. Дальше наша задача посмотреть, когда она уже плотненькая, но еще не остыла. Потому что если она остыла, все, трындец тебе, у тебя большая зефирка в виде чашки миксера. Он схватывается. Агар, он вообще зараза, он такой, знаете, теплолюбивый. Вот. Поэтому берем теплую е, рассовываем по мешкам, кладем, например, в духовку. Если мы медленно делаем с вами духовку на 50. Дорогие зефирники, вы это и так все знаете. Кто нет, то вот рассказываю. Можно и миску саму ставить, но в пакетах как-то понадежнее. И дальше уже выдавливаем колбаски. Бежим вот этим куем мешкам и что-то там давим. Ну, по крайней мере, идея такова. Как уж оно там получится, непонятно пока что. Итак, начинаем мы с вами с белка. Белок в граммах 60 грамм. Белок в граммах 60 грамм белка. 250 сахар. Ой, 250 ягод и 200 сахар. 10 грамм агар. Вода 150. Сахар 300. Погнали, дорогие друзья! Приготовление! Погнали! Взбиваем. Просто взбивается. Это поварить надо. Включаем. Варим. Сначала на маленьком огне, потом на большом. Кто-то там собирается резать. Ну, можно, да. Спорить не буду, можно. Нас вообще, мне кажется, ничего не удивит. Мы все сделаем. Как раз мы же карандаши делаем, настрогал, кубики наделал и так далее. Вот у меня темное такое здесь. Вот это что такое? Семечко, прикалитесь. Это я через сито, между прочим, все просвеживала. Никаких семечек тут уж точно быть не должно. Ну, серьезно, я не шучу. Сито могу показать грязное даже. Да, в данном случае надо, чтобы растопился сахар, чтобы оно покипело. Вот. Да. Но, так как мы его пекли, особо уваривать, в принципе, не нужно. Вот. Ну, так как, в целом, приготовление достаточно простое. В принципе, все. Да. Все, готовится. Вот. И это помешать тоже там, постоять, поглазеть в интернете, порыться. Ну, вы найдете, что поделать в это великое время. Никаких сложностей здесь нет. Ну, нагреваться-то еще где, чтобы. Не хочешь нагреваться. У тебя все теплое вообще-то. Я пекла яблоки и чуть-чуть банан. Яблоки-банан у меня здесь. И чуть-чуть сока апельсина, чтобы... Ну, мне казалось, что оно посветлеет. Не посветлело. Надо лимонку все-таки, мне кажется, добавлять. Ну, вот. Так. Становится лучше. Лимонка по вкусу. Много не добавляйте в кисло будет. Щепотку сюда. И щепотка двумя пальцами у меня. И щепотка куда? В белки. В белки. Вторая щепотка в белках там. Все, кипит, лапонька моя. Наконец-то, господи. Дождалась кипения. Кипит, кипит. Обязательно перевешиваем, потому что ягоды могут сгореть. У нас есть штуки, которые не горят. Но ягоды горят. То есть, если у нас они подгорят, ну, считай, выбрасываешь все и делаешь все заново. В принципе, ничего такого больше страшного нет. Так. Когда новые будут подключаться у нас зрители, пожалуйста, отвечайте, что мы делаем странный зефир. То, что у меня в названии эфира дописано, что мы просто десерт делаем. Так. Кипит, 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 кипит. Моя задача, чтобы у меня разошелся сахар, когда так вот я ложкой сейчас его разминаю и смотрю, чтобы у меня, ну, как бы крупина тут прям по ощущениям не было. Ну, все, в принципе, поварили. Выключаем. А этот ставим на маленькую скорость. Вторую миску. Этот включила, этот выключила. Идем в миксер. Сейчас мы переставим все. Идем в миксер. Как нам не видно. А так. Сейчас. Секундочку. У меня там все решается. А так. Ну, так хотя бы как-то делюсь. Горячее прям сюда добавляю. По чуть-чуть. Проверяем, чтобы постоянно пена была. Ну, у нас сейчас тут будет пена. У нас все густое. Просто когда жидкие ягоды добавляешь, может быть не пена. Нам нужна с вами пена-пена прямо что-то было. Так. Наша задача, чтобы она взбивалась, 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 взбивалась. Так. Сделаем. Проверяем белое. Ну, не особо оно прям, скажем, белое. Ну, так. Окей. Поддали дальше сюда. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас оно нагревается. Чуть-чуть прибавляю газку. Сейчас примерно... Это у меня цвет, да? Перепери. Сейчас примерно где-то температура 7 по 10-балльной шкале. Достаточно горячая. Сейчас я не добавляла сахар. Для того, чтобы мы проверили, наш агар вообще работает или нет. Как у нас вообще наш агар работает. Вот. Из-за банана все-таки светловатый, ой, темноватый получается зефир у меня. Ну, вот. Не надо было банан добавлять. Правильно вы писали яблоко? Не надо банан. Не надо. Ну, вот. Как белок не заварился. А теперь все, соответственно, у меня, кто давно меня слушает, отвечают на этот вопрос. Дорогие друзья, а почему белок не сваривается? Знаете, когда ты туда добавляешь? Шкифящую штуку. Вопрос на засыпку. Вы все это знаете. Я это говорю в каждом эфире практически, где мы вот такое делаем что-нибудь. Ну вот. Так, у меня закипело, показываю. Закипело, добавляем сахар. Триндить тут особо не надо. Все правильно. Вот. Так, этой ложкой очень неудобно. Меняем ложку на побольше. И уменьшила я немножко скорость. Итак, дорогие друзья, почему у нас не варится белок? Почему у нас не так? Все буду перемешивать. Сейчас посмотрю, что вы пишете. Так, а все варено, мои дорогие. Да. Что у нас с вами сахар... О, белок, если с сахаром, то он не сваривается. Соль сваривается. И без ничего сваривается. Да. Если прям сильно переживаете, ну мало ли, вот прям не спится вам. Но вы сначала в белок немножко сахара нацепьте, а потом вливайте, например, что-нибудь. Это не совсем по технологии, но так в душе прям спокойнее. Нет, оно белеет. Белеет. Сейчас я вот это вот отпущу, вам покажу. Смотрите. Смотрите, какая красота. Делаю поменьше скорость. Просто бомба. Дорогие друзья, плотное, белое. Много, много-много-то как. Много-то как, да. И мы смотрим с вами дальше на наш агар. Так, цвет. На наш агар, который у нас варится. Все, сахар разошелся. Делаем температуру посильнее. И варим. Варим нам надо, чтобы агар весь сейчас распустился. Он это делает при температуре выше 100 градусов. И наша задача к этому прям покипятить. Дальше. Бывают рецепты, кстати, разные. Бывают рецепты, когда сначала ты сироп варишь, потом агар туда добавляешь. Но чем мне нравится конкретно этот рецепт, тем, что ты сначала агар варишь. И ты можешь всегда посмотреть, агар у тебя нормальный или нет. Потому что здесь это основной компонент, который дает нам твердость. Тот компонент, который держит нашу влагу. Влага немного же разная. И поэтому именно нельзя в нем ошибиться. Ты испортишь все, испортишь все. У тебя ничего не схватится. Чтобы ты был уверен, что он схватится, ты его отдельно с водой когда варишь. Ты прям видишь, что он густеет, он похож постановится на клейстер, наверное. Ну, на клей вообще. Клей канцелярский. Посмотрите, сопли такие. Ну, в общем, короче, вот на такие замечательные штуки становятся похожи. Ну, все. Пятого типа всем. Да, ну что, у меня варится агар. Вот так вот кипит. Смотрите, красиво, красиво. Да? Никаких тут особых слов. Ну, как бы, нету особых примет, кроме как вот эта пена. Пена появилась, в принципе, все, он уже разошелся. Ну, я на всякий случай обычно говорю еще минутку. Вот сколько я тут болтаю, да? Где-то минутку. И дальше вот это кипящее прямо мы выливаем с вами опять пилки. Вот. Выключаю. И выливаю. Почему я вот все кипящее выливаю? Вы меня должны спросить. Оля, что ты, блин, фирмания какая, все кипящее выливать? Ты вообще нормальная? Я скажу, да. Я нормальная? Вот. Почему нормальная? Да потому что мы с вами этим обеззораживаем вилки. Вилки как-то проходят пасты. Вилки сырые есть нельзя. Нет, в смысле ты сам-то можешь поесть, но детям нельзя и давать сырые. Ты, они должны пройти пастеризацию, ну, как бы тепловую обработку. Вот. Но при этом им не обязательно кипятить. У них все внутри умирает, ну, условно, да? При 70-75 градусах. Ну, вот. Здесь же есть. Ну, потрогай. Потрогайте его. Там, 6, короче. Оно горячее. Вот. То есть оно там умирает. Только пока вы вот заливаете кипятком. И мы раз провели тепловую обработку, и два провели тепловую обработку, чтобы уже наверняка все говняки сдохли. Мысль моя понятна? Отлично. Ну, поэтому кипятком заливаю. Чтобы оно прям хорошо было. Понятно? Все. Дальше у нас с вами этап простой. Нам надо, чтобы вообще взять можно было. Поэтому оставляем взбиваться. Такая она чуть-чуть хотя бы не пытает. Ой. Хотя бы не остынет чуть-чуть. Ну, вот. В это время ничего тут особого происходить не будет. Поэтому мы с вами пойдем сейчас. Сейчас я все уронила. Наташа, мы все уронили. Сейчас все вспоминали. Вот. Я не Наташа, конечно, но я все упороняла. Ну, вот. Сейчас мы с вами идем на чистую сторону стола, где мы будем готовиться к выдавливанию. Это я краситель убираю. Вчера рилс снимала про красители. Посмотрели? Как сделать пепельный такой кудровый розовый оттенок. Прикольный рилс получился. Но непонятно, вот это вот снимать. Не все рилсы же снимаете? Нет, нести. Малыши еще все. Ну, короче. Когда ты снимаешь отдельно видео, а потом ты должен голосом это все озвучить. Ну, то есть там я сижу, и там вот озвучиваю, что как там я красочку делаю. Неудобно. Вообще. Вообще неудобно. Я такой же еще один сняла с рецептом. Сегодня доложу. Вот. Тоже зефир, кстати. Предыдущий розовый. На ягодах тоже самое ягодное делаю. Тоже неудобно. То есть сначала я смонтировала, как я готовлю зефир, а потом на себя снимаешь. А здесь видео второе крутится, как бы. Тоже неудобно. Ты, ну, и как бы не попадаешь. Надо же. В минуты. Ты же не можешь его прямо к себе сразу и показывать. Нет. Там не такая схема. То есть при монтаже это должен сделать. Ну, короче. Везде сплошная. Так быть тяжело блогера. Ну, у нас, кстати, если что, по раскрутке вариантов немного. Или мы обошляем много денег. Вам же интересно, как деньги зарабатывать? Ну, короче. Или много денег. Ну, то есть прям много-много. Это ты делаешь сайт, настраиваешь рекламу. Прям много денег. Вот. Ну, условно, тысяч пятьдесят налет на месяц. Или ты раскручиваешься через личный бренд. Что такое личный бренд? Лицо. А у нас у кондитеров какое лицо? Домашнее лицо. А надо, чтобы оно как-то более-менее уличное лицо было. А у нас всегда домашнее лицо. Домашнее. Вот, меня же почему не домашние руки? Я же хожу. Компинки делают. Лицо. Ну, не сказать, что прям делаю. Ну, и накрасилось сегодня. Ну, понятно, в общем. Да? Поэтому нам тяжело раскручиваться через сусетей. Поэтому все обычно начинают ныть. Кто начинает, то я не хочу хистить. Мне не хочется. Мне неприятно. Почему я должна выходить в эфирке, ролики, хи-ролики, говно-ролики и ням-ня-ня-ня-ня. Да. В принципе, есть возможность ничего этого не делать и просто делать торты. А на нас сейчас все рда будете меня не любить, скорее всего. Называется это возможность идти в найм. Без проблем. Устраивайтесь на работу. И вот это вот все вокруг, то, что надо делать для бизнеса. Для бизнеса не торты надо делать. Для бизнеса искать клиентов надо. Продавать. Вот это все будет делать другие люди. И поэтому надо полюбить вот это вот все. Ладно. Там пока кипяток. А мы с вами готовимся. Для этого мне понадобится, что мне понадобится. Мне понадобится бумага. Бумага. Так я буду выдавливать. Ну, сколько выдавлю еще. На вторую, на всякий случай, сделаем. Вдруг у меня много карандашей получится. Честно говоря, не думаю, что у меня много карандашей получится. Ну, мне кажется, у нас будут потери огромные. Сейчас у нас ничего не получится. Но мы же будем пробовать. Будем. Это я подготовила. Подготовила. Красители подготовила. Не буду показывать фирму. Вот, да. Ну, в общем, такие они. Пш-пш-пш-пш-пш. Вот так они делают. Ну, покажу. Дальше насадки все сюда идут. Вот такие страшные. Страшные наши заготовки. Ножницы. Есть. Насадки будем смотреть на насадки. Ну, что-то должно быть как-то визуал здесь у вас происходить. Вот. И надо мешки. Куда мы будем это раскладывать? Еще мешки. Много мешков. Много мешков. Так ложка. Ложка, я не знаю, еще какая-то. Это нормально. Где-то? Это ложка. А вот здесь ложка. Вот этой ложкой будем раскладывать. Вот это и вот это. Все. Я подготовилась. Будем выдавливать карандаши. С мелками, конечно, проще. Просто круглую берете, выдавливаете, подобрать. Светка, как у мелков, порезать их. Можно поломать даже, чтобы у них такой был слом такой. Тоже будет прикольно. Делают еще пластилин. Такие, знаешь, как бы грузочки. Сверху такая, как будто бы волнистая такая штука. Мне кажется, там вываливают саму массу на неровную вот такую. Понятно, на коврик, на такой ребристый. Вываливают, разравнивают и потом режут. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Я бы так делала. Вот. Я такой, правда, коврик не видела, но я не искала. Так, ладно. Дорогие друзья, те, кто подключаются, безумно рада вас всех видеть. Сегодня в эфире Ольга Патракова. И мы делаем очень странный десерт. Мы уже практически подошли к концу. Ну, не к концу, конечно, но мы уже за половину перевалили. Если вы слышите, у меня шевелится миксер там. Там у нас белый зефир. А делать мы будем странные штуки. И сейчас вы такие, что? Что там делается? А вот смотрите. Что вы подключились в конце? Конечно. Вот смотрите, что мы будем делать. Если вы смотрите меня в записи, дорогие друзья, не забудьте поставить... У них плавный пол. Не забудьте поставить лайк. Нажать на колокольчик, чтобы вам прилетали уведомления о новой записи. Обязательно пишите комментарии. Что комментарии, вы знаете, продвигают наш аккаунт, продвигают наши люди. Пусть все научатся делать эту красоту. Пусть все узнают, что готовят легко и просто. Пусть все узнают, что... Что? И себе приготовят. Давайте вот так вот. Обычно я веду прямые эфиры в ВК. Вот сейчас я в ВК прямо разговариваю. Вы меня в ВК прямо видите. И если вы хотите прямо пообщаться, то есть что-то пописать, чтобы я вам поотвечала, то заходите ко мне в ВК, добавляйтесь. Потому что на всех остальных ресурсах это запись. Выкладывается запись. Запись я тоже реагирую. Я тоже смотрю, что вы пишете. Я тоже отвечаю. Стараюсь отвечать на хорошие комментарии, а на говняные стараюсь отвечать. Вот. Но говняные тоже продвигают. То есть это тоже... Если вы хотите меня поругать, пишите тоже. Если вам все не нравится, тоже пишите. Если вы считаете, что я какая-то не такая, тоже пишите. Что я много мужу руками вот мне говорят. Много говорю. У меня там... Вот. Еще там какие-то мусорные слова. Все пишите мне. Я всему рада буду. Всему буду рада. Ладно, пойдем проверять. Сейчас. Мне так интересно уже поделать. Серьезно. Уже что-то... Мне прям хочется уже выдавливать там. Что-то делать прям. Мне хочется. Не знаю, как вам. Почему вам не хочется? Вам хочется? Я все же как раз даши делаю. Я вообще горю всегда какими-то новыми штуками. И у меня эфиры в основном это, конечно, какие-то эксперименты. Что-то необычное, замечательное. Потому что на своих учениках, кто у меня учится, я же на них не экспериментирую. Я хочу тому, что стопудово получается. Классики, всем стопудовым рецептам. Там, какие бисквиты, технологии. Вы знаете, что у меня есть моя методика обучения. Я рассказываю по-другому рецепты. По-другому никак. Классически рассказывают. И не просто рецепты мы учим. Мы учим технологии приготовления. Вот. И если вы случайно видите меня первый раз. Ну, можно в него чуть-чуть делать? Он горячий. Что я сделаю? И если вы не видите меня первый раз, первый раз, посмотрите остальные видео. Потому что, по большому счету, все преподаватели, которые есть, мы все об одном и том же говорим. Как готовить бисквит, как готовить крем, как его обмазывать, этот тортик, как его украшать. Ну, там разные специализации бывают преподаватели. Кто-то больше лепит, кто-то больше, не знаю, 3D торты делает. У меня специализация цветочки 3D и классика вся. Ну, то есть, с обычной кремом, какие-то цены. Вот, мастерка. А что я не делаю? Портретная лепка. Наверное, то, что я прям не делаю вообще. Ну, просто лепку делаю, конечно. Вот. Посмотрите все видео. Потому что задача, если вы занялись этим серьезно, если вы чувствуете, что душа просит что-то, что-то просит душа, надо, мне кажется, душу свою слушать. Ваша задача выбрать того преподавателя, который вам понятно рассказывает, который вас не бесит. Потому что у меня самый большой курс 5 месяцев минимум. Это вас должно 5 месяцев не тошнить. Если тошнит, выключайте. 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 Познавательство. Слушай, ну, уроки я, конечно, поскучнее веду. Ну, то есть, там, ну, как бы, меньше приколов. Ну, плюс-минус так же. Ладно. Пошли смотреть, как у нас дела. Как-то мне показать-то вам. Давайте вот так. Берем ножки. Берем ножку. Так, ну что, господи, так тихо сразу, да? Ну что, пока еще не застыло. Это уже хорошо. Оно, конечно, уже достаточно серьезно подостыло. Но ничего не подняешь. Я сначала распихиваю просто по мешочкам. Без насадок. Понятно? Просто. Зачем? Мне так удобнее потом. Опять же, если вы делаете несколько цветов разных сразу. Вот. Можно так партиями делать. Ты мешок с насадкой не пачкаешь сразу весь. Он у тебя чистенький. У нас же насадка одна. Вот. И ты туда можно будет вставлять, ну, как сменные картриджи, что ли. Вот так вот. Единственное, что мешочки для зефира мелковаты. Вы видите, да? Что по две ложечки влезают. Поэтому я надеюсь, мы сеем до сих пор, пока он не остынет вообще. Ну, вроде пока ок. Масса, конечно, шикарнейшая. Если вы будете делать цветы, из этой массы хорошие цветы будут получаться. Единственное, что я вообще не очень люблю цветы из яблока. Мне все равно, как это широковато получается. Я люблю цветы из яблока, типа клубники, вишни, вот такое. Да, найдите рецепт. Вообще, по этому рецепту цветы получаются. Если вы, мало ли, цветы решили попробовать делать. Или что-то такое. Он такой тягучий, удобный крем. Ой, крем виши. Так, ладно, хватит уже. Последнее вот это положим. Не буду выгребать. Все. Ну что? Время истины. Кто на что ставит? Кто думает, какая все-таки насадка у нас лучше всего сработает? Кто на что? Я ставлю, давайте, вот с этой. Мне кажется, вот это прям прикольнее всего будет. Раз. Отрезаем кончик. Берем один мешок. Отрезаем кончик, как хорошо при него отрезаем. Вставляем картридж. Я извиняюсь за слово картридж, но мне очень смешно кажется. И пробуем выдавливать. Дорогие друзья, время истины. Получится ли у нас с вами шестигранник? Получается! Слушайте, получается шестигранник. Давить неудобно. Честно скажу, потому что непонятно, как оно выходит. Но выходит четко шестигранная такая полоса. Очень прикольно, очень круто. И она выходит прям толстая. То есть по правде толще, чем сама насадка. Более толстая получается. Давайте сделаю еще таких. И надо, получается, класть на одну из боковиночек. Сейчас. И ровно тянуть. С ровностью, конечно, у меня сегодня что-то не сказать, что прям окей. Вот. Понятность на одну из боковиночек класть не на угол, чтобы оно положилось. Но я думаю, что приловчиться можно. Прикольно, дорогие. Очень прикольно. Окей. Пробуем большую. Что у нас из большой получится? Мне кажется, херня будет, а не карандашик. Но не попробовать. Мне прям, ну, не попробовать нельзя. Надо попробовать. Обязательно. Так, идем вот сюда. Да, пробуем большой. Мне кажется, слишком большой. Прям слишком большой. Нет, круглый получается. Не делаем. А почему круглый? А, потому что я обрезала. Подождите. Я обрезала, потому что меньше, чем выхлоп. Ага, в принципе, ок. Супер. И странная колбасня. Попробуем ее? Мне кажется, надо попробовать. Для этого мы делаем. Чуть-чуть отрезаем. Чуть-чуть отрезаем. Я не знаю, как давить это все. Как-то уж надо его давить. Как его давить-то? Я как-то вот так себе это представляла. Как-то вот так себе представлю. Может быть, попробуем, чем. Давится? О, прикольно. Смотрите. А результат-то какой красивый. Это я просто научилась. Эта штука тут ни при чем. Прикольный. Через эту штуку тоже получается. Тоже получается через эту штуку. Круто! И мне нравится через эту штуку, как получается. Так, ну что? Потому что они какие-то, знаете, ну как-то меньше всего, что ли, они. Какие-то самые такие карандашные. Все остальное немножко расплывается. Некомфортно делать. Ну, то есть, вот выдавливаем в нее. И дальше выдавливаем. Получается уже... Сейчас я не дышу прям. Уже колбаса нормальная пошла. Хоть у меня один нормальный карандаш-то будет в итоге. Эфир все-таки. Надо что-то потом результат какой-то показать. Самый нормальный. Вот эта штука нормальный. Самый гола результат. Смотрите. Серьезно. Вот кто бы сказал-то. О! Самый красивый. Вот этот. Я сейчас вам, подождите, поближе попробую показать. Как показать-то вам поближе. Сейчас, подождите, вся в зефире еще. Вся в зефире. Так, что? Давайте остальное тоже выдавим. Быстренько сейчас выдавлю остальные. Я жалко же не буду. Раз. Два. Сейчас остатки выдавлю просто и все. Уже что получится. А все, он схватываться начал уже. Давай полкарандашик. Стремный карандашик. Давай один хотя бы сделаем. Давай с бабочками. Окей. Итак. Сейчас покажу. Блин, это реально. Он прям реально прям на карандаш похож. Короче. Как оно? Набор торцевых ключей, походу, он работает. Показываю. Вот верхний, видите, этот цвет у меня мигает. Вот верхний, видите, какой он ровный получился. Это большой. Это я его плохо обрезала. Обрезала меньше дырка, чем выхлоп был. Это вот этот колбаса. Это вот этот колбаса. Тебе члены напоминают или кабачки? Это вот опять вот этот вот маленький. Смотрите, вот так отсюда до сюда обрезаешь. Прям похоже будет. Видишь? Это не получившееся. Это, которое у нас было треугольник переделанный. И это первое я выдавливала. Видите? Тяжело выдавливать. Надо еще, как бы, чтобы четкая колбаска выдавливалась. Здесь тоже много надавила, мало надавила. Здесь руки трясутся у меня. Вот видно, прям руки трясутся. Короче, ну, в целом, на втором замесе, наверное, будет уже ровненько. Вот. Если вы умеете эклерчики выдавливать, то у вас, как раз, я думаю, вот, как раз все будет отлично. Если, вот как я, вы эклерчики выдавливаете раз в пятилетку, потому что я эклерчики, конечно, выдавливаю. Когда я в последний раз там эти эклерчики выдавливаю? Хрен его знаю. То, наверное, конечно. Вот. Эх, выдавливаю очень поздно. Дальше надо стабилизироваться, стабилизироваться. Хорошо бы до завтра, конечно. И мне вот всегда в эфирах тяжело что? Что надо, хочется показать прямо в эфире какой-то результат. Но большинство наших изделий должно полежать, должно там засохнуть, ой, засохнуть, там, застыть. Должно схватиться, должно там испечься, еще какие-то такие моменты. Поэтому результат мы обычно видим уже на следующий день у меня в фотках. И я здесь не халтурю. И я показываю именно то изделие, которое мы делали. Никаких заготовок, никаких там каких-то еще таких штук, чтобы вы честно видели, что это говно-говно, значит. Хорошо, хорошо. В принципе, он уже схватится, как только остынет до комнатной температуры. То есть, честно, уже может скоро схватиться. Но я его не смогу, понятно, обвалять как следует. Вот это вот не смогу хорошо сделать. А хочется. Вот, хорошо сделать. Ладно, дорогие друзья. У нас победил набор торцевых ключей в этом поединке. Мне также нравится треугольник переделанный, который поменьше, который большой. И я думаю, что если взять большой мешок, большую насадку и хорошо давить, вот это хорошо прям. Знаете, бывают мешки, которые через плечо аж перекидывают, так вот давят. Я в кино только, кстати, видела. Ну вот. То, мне кажется, тоже большое получится, например, если вам куда-то нужно для декора, для антуража. А так набор торцевых ключей рулит. Дорогие друзья, на этом буду прощаться. Результат у нас вот, как вы видите, вот такие белые колбасы. Вот. Потом, ну давайте я покажу, что я буду делать. Да, но это я буду делать уже, наверное, завтра. Сейчас на страшном, на самом покажу. Вот, я возьму страшный. Вот он уже, в принципе, схватился. Видите, он уже, в принципе, почти схватился. Понятно? Я его вот этой штукой обваляю. Сейчас я вам покажу. В чем я вам покажу? Я вам впротивне покажу. Вот. Сделаем розовый. Мы же розовый любим. Ну, в смысле, я люблю аккаунт, у меня розовый. Если спокойно к розовому цвету, я покажусь на аккаунт, у меня розовый. Вот. Я, скорее всего, сделаю вот такую подложку сначала. Видно? Потом положу туда эту колбасу. Ну, это типа плохой карандаш, он плохо себя вел. Вот так поделаю и сверху еще попыкаю. Посмотрю, как будет краситься поровнее. Мне просто кажется, что ровнее как раз будет, если его валять. Может быть, смешать тогда еще с кукурузным крахмалом. Потому что так этот результат мне не очень покажется. Вот. А если смешать с кукурузным крахмалом, то, в принципе, должен результат быть получен. Где мне кукурузный крахмал? Неизвестно, где, друзья, у меня кукурузный крахмал, потому что я его не искала. Понятно? Смысл, в общем, такой. Покатать его, покрасить как следует. Вот. Может, высыпать просто, слушай. Сейчас попробуем просто высыпать. Ну вот. Хочется его разбавить немножко. Хочется разбавить. Сейчас, секунду. Он прям яркий. Какой-то прям слишком яркий цвет. Ждем тогда. Все. Можете выключаться, в принципе, уже. Но мы чуть-чуть еще подождем. Мука, 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 мука. Крахмал. Вот нашла крахмал. Нашла крахмал. Если я желтую банку, еще у меня крахмал. В синих штуках тут внезапно образовался. Вот так вот перемешаю. Извиняюсь за руки. Ну, что делать-то уже? Вот так вот. Вот так вот поделаю. И завтра все равно понадобится. О, да. Короче, с крахмалом перемешивайте. Хорошо получается. Вот так вот будет. Он уже, смотрите, он уже, в принципе, болтается. Нормуль. Дальше. Моем руки. Ждем. Я так не смогу сейчас сделать. Ну, на вид уже прикольно. Отрезаем один краешек. Отрезаем. Ну, предположим, у нас микрокарандаши будут. Второй краешек. Дальше мы его с вами должны зачистить. Помните, что это все-таки не... Вот он тут видно, что не схватился еще внутри, конечно. Да? Чистым ножом. Иначе пачкается, кстати, здесь все. И вот. Вот. Может, тогда отсюда, сюда, слушай. Да, отсюда. Сверху вниз тогда резать удобнее. Вот. Вот. Срезы пока кривые, косые. Вот, да. И кончик тоже пачкаем. Ну, и вот у нас, типа, стрёмный карандаш. Никому не показывайте, пожалуйста, потому что завтра я сделаю нормальное. Это у нас странная розовая колбаса, короче. Ну, вот. Ну, уже прослеживается... Вот так трясется, смешно, девочки. Это просто, вообще, я не могу, просто капец. Обрезать завтра. Обвалять, я думаю, что... Думаешь, сегодня, чтобы получше прилипло, думаешь? Да, 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 конечно, конечно. Что, говоришь, присыпать лучше после стабилизации? Завтра, когда созреет, будет поздно делать. А, ты, типа, цвет? Цвет не схватится, что ли? Ты это хочешь сказать? Когда он... Когда он... Ну, давай, я сейчас обваляю тогда все. Сейчас он чуть-чуть хотя бы стабилизирует, потому что он сейчас еще сырой совсем. Цвет не схватится. А, он сверху подзасохнет, как бы, да, и цвет не схватится. Итак, слушаем добавление от Елены Фроловой. Елена Фролова нам передала по блату. Что, пока он у нас сегодняшний, но остывший. Поняла, да, я. Надо его обвалять. И дать ему лежать до завтра, чтобы он как следует уже остыл, схватился. И резать уже завтра. И это дополнение получат только те, кто досмотрел до этого конца. Ха-ха-ха! Вот что значит смотреть эфиры полностью. Ладно, дорогие друзья, результат выложу уже завтра. Наверное, не с утра, наверное, где-то в обед, кстати. Завтра вечером я занята. Да. В обед выложу результат. Посмотрите, что у нас по... Юля. У нас сегодня страшные карандаши. Вот. Красота, красота. Вот. Результат посмотрите уже завтра. Сделаю. Ну, вот у меня желтый, голубой и розовый будут карандаши. Люблю всех. Целую. Подключайтесь к нам во все соцсети. Добавляйтесь к нам в чат, в телеграм. Смотрите нас на ютубе, в ВК. Записывайтесь на курсы. Дорогие, дешевые, любые курсы. Всегда была с вами Патракова. Продолжение следует...